Друзья, привет! Для многих из вас тема оформления загородных домов достаточно актуальна, поэтому я подготовил несколько выпусков. Возможно, у вас будут какие-то вопросы на новые темы. Пишите в комментариях, и я освещу. Владеют домом с землей с 2006 года. Нужно ли переделывать документы? Мне задали вопрос. Дом и земля куплены в собственной в 2006 году. Земля, сельхоз, поселение, деревня. Необходимо ли в обязательном порядке что-то переделывать на кадастровом учете? На этот вопрос отвечу я, юрист-эксперт Евгений Корсакин. Первое, что нужно сделать, проверить, какие именно данные содержатся в ЕГРН, реестре недвижимости. На сегодня это единая база недвижимости по всей России, которая была создана в 2017 году при объединении баз ЕГРП и ГКН кадастра. Формировать сведения о недвижимом имуществе начали в базе ЕГРП с 1998 года, а в 2007 году создан кадастр недвижимости, база ГКН, в котором содержатся сведения о местоположении объектов, в том числе и координаты земельных участков, кадастры номера и так далее. Ссылку на сайт я оставлю под этим видео в описании. В 2006 году дому присваивался условный номер земельному участку кадастровый. При внесении сведений о ранее существующих объектах недвижимости, домами были автоматически присвоены кадастровые номера. Кадастровые номера земельных участков были изменены, также автоматически. От собственника не требовалось никаких действий, не нужно делать что-либо и теперь. Есть одно но. В базе ЕГРН после объединения очень много ошибок, особенно по индивидуальным домам и земельным участкам. Проверить, какие сведения есть в базе по вашей недвижимости, нужно на сайте Росреестр в режиме онлайн. Участок также можно найти на публичной кадастровой карте по кадастровому номеру, содержащемуся в правоустанавливающих документах. Домов там нет. Ссылку на сайт я также оставлю под этим видео в описании. В таблице с данными вы увидите всю актуальную информацию. Обратите внимание на соответствие этих данных тому, что написано в свидетельствах о регистрации права. Прежде всего, это площадь дома и участка, вид разрешенного использования, земли, адрес дома, этажность дома. Если межевание ранее не делали, границы участка не установлены. Исправлять это не обязательно, но часто бывают споры между соседями по границам. Это может сильно осложнить оформление и даже привести к судебному развирательству. Это основные моменты, которые нужно проверить. Закон не обязывает проводить документы о собственности в соответствии с новыми требованиями законодательства. Они действующие. Но если вы хотите избежать сложности в будущем, лучше все проверить и исправить то, что не соответствует. Заявление об исправлении технической ошибки подается в Росреестр через МФЦ. Иногда это не помогает. Росреестр не считает такое несоответствие технической ошибкой. Соответственно, в этом случае вы получите отказ. Тогда вам нужно будет написать заявление напрямую на имя руководителя управления Росреестра по субъекту РФ, в котором находится недвижимость. Если для вас была полезная информация и вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях. До новых встреч, друзья!